Идея, которую придумала Саням, украдена. В конце последней серии Саням поцеловала Джана в состоянии алкогольного опьянения. Джан напоминает Саням, которая целует его со словами «Ты мой, что они друзья». Сейси, видя, как они целуются, сходит с ума от этой тайны, которую она не может скрыть. Они возвращаются в лагерь, слегка пьяная Саням, борясь сама с собой, находит лозунг компании «Найди себя». Может поручить Саням руководить компанией, это шокирует Дерена. Они работают вместе весь день. Более того, он дарит Саням небольшой мотоцикл. Однако Айлин, он наблюдает и слушает их с помощью скрытой камеры внутри снежного шара, которую он разместил в комнате Джана. Он делает точную копию и продает ее другой компании. К счастью, подруга Джана понимает, что представленная им компания была именно идеей Джана. Он рассказывает об этом женщине, генеральному директору компании, которая только что встретила Джана. Женщина слушает от них походу и передает им ее, потому что они первые это сделали. Они звонят Джану из больницы и сообщают, что с Эмреа произошел несчастный случай. Джан винит себя. Когда Джан опомнился, он простил брата, они соглашаются больше не придираться. Он буквально увольняет Айлин, когда она приходит в больницу. Лейла приезжает в гости и проводит день в доме Эмре и Джана, смотря сериалы и фильмы. Эмре некоторое время не отвечает на звонки Элин, но когда женщина настойчиво звонит ему, он отвечает и узнает, что она установила камеру в компании и продала компанию другой компании. Несмотря на то, что он злится, он берет снежный шар и спасает Айлин из-за шантажа женщины. Пока отец Нихад собирался взять такси, он врезался в дерево на улице из-за Музафера. Менкиби передает свой золотой браслет мужу, чтобы возместить ущерб машине. Музафер входит в дом со слесарем. Мать думает, что это вор и теряет сознание. По идее, которую ей почерпнул Айхан, Менкиби каждое утро берет местных женщин на групповую пробежку в парке, но мать Музафера организовала курс йоги, чтобы другие женщины саботировали ее. На этот раз, воспользовавшись идеей Джана, Менкиби строит библиотеку с помощью соседей. Осман звонит Лейле, но она не отвечает, потому что она Сэмре. Сейси понимает, что жизнь коротка из-за несчастного случая Сэмре и звони Тайхану. Вечером они ужинают одни, несмотря на то, что это был насыщенный ужин, в конце вечера им удалось держаться за руки. Тем временем Сейси видит, как Джан и Саням целуются в лесу, и у него случается приступ паники. Фабри постоянно давит на Саням по поводу ее запаха. Хотя Джан злится на эту ситуацию, он сначала не вмешивается, но в конце эпизода, когда Фабри пытается заставить Саням подписать контракт, он противостоит этому человеку. Когда мужчина говорит, что дал компании деньги в обмен на аромат, Джан выписывает чек на деньги. Но Фабри хочет вдвое больше денег, чем он дал. Несмотря на усилия Дерин и Саням предотвратить Джана, он дает Фабри вдвое больше денег. Затем он тянет Саням в угол и говорит, твой запах принадлежит только мне. Идея велика, в лагере. Джан и Саням, застрявшие в лифте, уходят, решив остаться друзьями. Потому что Джан думает, что никогда больше не сможет доверять девушке. Когда становится очень поздно, Саням не может пойти домой или зайти в дом Айхана. Ему нужно пойти в дом Джана. Увидев плохой сон, девушка просит Джана остаться с ней, пока она не уснет. Утром Саням просыпается и видит рядом с собой Джана. Саням готовит легендарный плохой завтрак. Потом они идут в компанию вместе и заходят по отдельности. Менкиби делает тесто из баклажанов и приносит его Джану, который помог ей на выборах. Он получает идеи для района от Джана и немедленно воплощает их в жизнь. В тот вечер Джан со своим старым другом Бэмби Саням притворяется, что она с Фабри. Но затем один за другим они признаются, что пошутили. Они проводят мозговой штурм, чтобы купить рекламу для компании, продающей оборудование для активного отдыха. Затем они думают, что им нужно пойти в поход и использовать материалы, чтобы придумать хорошую идею. Они идут в поход всей компании. И Фабри, и Бэмби приходят в лагерь. Мы слышим, что между девушкой по прозвищу Бэмби и Джаном в прошлом ничего не было, но Саням думает наоборот. Фактически, девушке начинает нравиться Фабри. Лейла встречает мужчину, чтобы передать Эмре документ от компании. На этот раз им предстоит долгий разговор. На следующее утро его мать звонит Эмре и сообщает ему, что она слышала о том, что произошло, и хочет передать ему долю управления акциями компании, чтобы он мог войти в компанию и наладить отношения со своим братом. Айлин настаивает, чтобы Эмре отправился в лагерь и сообщил эту новость своему брату. Когда Эмре отправляется в лагерь, Джан плохо с ним обращается. Особенно, когда он слышит, что получил права управления акциями, он злится. Он увольняет Эмре. От злости и печали Эмре очень плохо водит машину и попадает в аварию. Саням заблудилась в лесу и упала в яму. Когда люди, пришедшие с игры с флагом в лесу, видят, что Саням не вернулась, они расходятся и начинают ее искать. Джан находит девушку и спускается к ней. Он несет Саням на спине. К счастью, с Саням все в порядке. Желая поднять настроение в лагере, Дерин раздает всем напитки, содержащие алкоголь. Когда он узнает, что алкоголь коснулся Саням, он обманывает девушку и дает ей еще один алкогольный фруктовый сок. Саням идет на прогулку в лес ночью, чтобы не заснуть. Она встречает Джана, который расстроен из-за своего брата и целует мужчину. Джан учится всему. Праздник внезапно превратился в вечеринку по случаю дня рождения, которую Фабри приготовил для Саням. Саням, которая думала, что Джан прислал и вечеринку, и платье была ошеломлена, когда услышала, что Фабри сшила их на вечеринке, на которую она пошла. Может, наоборот, еще больше все неправильно понял и ушел. После него он даже не слушал объяснений Саням. В ответ Саням говорит, что увольняется с работы и уходит. На следующий день компанию потрясли ложные новости, такие как отношения Фабри и с Саням и цена платья. Саням грустит, Джан злится. В компании начинается подготовка к размещению рекламы компании по продаже уличного оборудования. Из разговора Джейси с Саням Джан слышит, что недоразумение в этом инциденте на вечеринке было вызвано Айлин. Саням находит контракт, принадлежащий Айлин и Эмре, в ящике стола своей сестры. Лейла пытается объяснить, но ее брат выходит из себя. На этот раз Лейла идет к Джану и показывает ему контракт. Джан очень злится на Эмре. После того, как его выгнали из товарищества и компании, на этот раз он говорит, у меня больше нет такого брата, как ты. Вечером Эмре идет спросить у Лейлы отчета, но она понимает его, когда рассказывает, что произошло. Айлин же велит Эмре позвонить своей матери Хюме, чтобы выйти из этого тупика. Мужчина не звонит, но звонит Айлин и сообщает ему о случившемся. Намерение его мать передала Эмре контроль над 40% акций компании. Его мать начинает звонить Джану, но не отвечает, потому что он не разговаривает. Джан же пытается вернуть Саням, вернувшуюся в продуктовый магазин, обратно в компанию. На новом собрании новой компании Джан знакомится с Гамзи из своих старых времен. Их слишком дружелюбие привлекает внимание Саням и вызывает у нее ревность. С билетами на концерт, подаренными Диреном, Джаном, они строят планы поехать он занят в качестве президента соседней ассоциации Минкиби.